И говорит, а есть ли такой, который, если будет просить, подаст скорпиона, то есть яйцо подаст скорпиона тоже, а скорпион, говорит, похож у них на яйцо, ну когда вот это, нет никогда, но если, говорит, даже и есть, и даже может ли, говорит, негр, эфиоп сменить цвет кожи своей, а барс потерять пятна, подумали, не может, даже если это возможно, Господь никогда не оставит своих, даже если мать забудет свое грудное дитя, Бог никогда не забудет вас, потому что у него нету свойства забывать, как у нас, я уже в очередной раз забыл топорвер в гараже, с воскресенья, четверг уже, я никак, как выйду, что-то нужно делать, и забываю, иду за топорвером, миска топорвера, а вот они всякие разные, в которых можно, ну пойдем покажем, недалеко, люди, сюда заглядывай в холодильник, вот это все топорвер называется, видишь, сколько у нас тут все на английском, это фирма такая, топорвер, видишь, вот оно все стоит, вот видишь, сколько у нас тут всяких разных блюд, и все там стоит, каждое отдельно, каждому отдельно, я вот это принес, ну там еду-то, и теперь забуду, никак не могу завести, там в гараже лежит, все, сегодня опять вышел, думаю, не забуду, раз за лопату взялся, все, забыл, снег этот кидать, пока перекидал, спина заболела, то есть мы когда-то, видишь, у нас все куда-то, мы отклоняемся и забываем, у Бога этого нету, поэтому Господь, Он сущий, сущий, то есть существующий, а мы существуем или нет? Мы, говорит нам Златоуст, мы причастны существованию Бога, причастны, знаешь, что такое причастны? Когда мы не можем без Него жить, мы есть ничто, а Господь для нас все, если с нами нету Бога, мы мертвы, нас просто нету, мы мертвы, Сын мой был мертв, говорит отец, пропадал и нашелся, был мертв, то есть, как только ты уходишь от дома, из дома, блудный сын называется, или блудная дочь, все, ты для отца пропадаешь, тебя нету, то есть ты ушел от Бога, то есть отходишь от Бога, ну не хочу его знать, потому что Господь-то всегда с тобой рядом, потому что он наш родитель главный, его все время ждет, и сын, говорит, когда до него дошло, вот когда ты говоришь правильно, жизненное что-то, жизнь научит, и до него дошло, когда дошло, когда он в корыте начал искать корм, свиньи, рожки бросали, ну конечно, я тебе слава Божьей говорю, бросали, и он, говорит, желал напитаться вот этими рожками, а эти рожки, знаешь, они такие, у меня здесь есть, потом, если что, покажу, вот, знаешь, пикульки делают такие, на акации, такие зелененькие, стручки как, стручки такие, куски есть акация, в городе, ты даже не знаешь, кусок акация, знаешь, как мир прекрасен, рассмотри любой цветок, ты поймешь, там столько всего интересного на нем, и теперь все это ты вложи, когда тебе говорят, что Бога нет, все само собой образовалось, один даже маленькую, он хвою напротив, вот лиственница растет, он еле лиственница, возьми хвоинку и рассмотри, а там что, не закрыли, включая? Нет, она вроде расстреляет, ну посмотри, да, там, ладно, посиди. Открытие! 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 Карелька, все, карелька, все! Кошка далеко, и все! Открытие, все, закрой! Сыгрите, только! Высвыходи! Так, я вам! Ой, чуть-чуть, ничего не было! Просто заходите, что-то! Володя, это, надо было там, надо было Дарье закрыться, деревянную дверь, или сказать, и чтобы она закрывала ее. Она просто открывается. Ну, эти выскочили сейчас, мороз идет. Ну и что, все, успокоились! Открывались! Безумные слепые! У вас же хорошее обоняние! Что, через дверь не можете нюхать? У них обоняние... Там, короче, 90 тысяч... 90 миллионов... Мердовься! Смерть! 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 Кто? Соматик! Соматик! На тебя смотрит! На диванчик, кто садитесь? На диванчик? Садись, в порядок! Тут хорошо! На диванчике! Мятенько! А что это не надо? Вереге не дозвонит? Нету, он позвонил, сам! Я не дозвонился, он позвонил! Он сказал в 11 часов Хорошо в 11 Что-то нету пока Куда-то там хотел заехать На, ты забыла этот атлас? Ну Ну это обыкновенное Мы сейчас как раз о забудьчивости говорим Что Господь никогда не забывает Потому что мы всего на всего Существа причастны Ему Допустим Ну такой пример Есть знаете такие Большие рыбы хищные Называются акулы Так вот они не могут Тоже самостоятельно Они Никогда одни не бывают С ними всегда есть стая рыб Которые их чистят Шкурку им чистят, валируют Называется рыба прилипала Они к ним прилипают к акуле И акула там плавают Потом решила поесть Самостоятельно в этом плане Она хопка вот эта Загрызла и начинает есть А когда она ест, она на месте стоит Она не плавает И эти рыбки вокруг сразу раз Подъели немножко Что-то там кусочки Я как-то мне прилипли Прошлись там по некий Куда-сюда И она дальше попла Они вместе с ней И вот так вот они Плают Вот так вот и люди Если Бога не будет Мы без Него не можем Ничего То есть Господь Один самостоятельный Мы не понимаем даже Как правильно жить И подтверждение Это вот это слово Его Это подтверждение нам Что мы ничего не понимаем Вот только по слову Его можем мы жить А это уже нам подпорки Даются Потому что Мы даже слова не понимаем Мы даже не понимаем Что его надо читать Вот до чего доходит А вот это подпорки Всего на все И вот одними подпорками Жить не будешь То есть надо Слово все равно его знать Прочесть То есть основную Основную Скелетность О чем Златоустый говорил Что это к стыду нашему Библию Это письменный закон Не Библия А Евангелие Евангелие К стыду Нет Это письменный закон Потому что вначале Пророки разговаривали С Богом Так Ну и его взять Авраам Авраам нашел Бога Так Иов как нашел Никто не знает Пильте Седек Нашел Ну праотцы там уже Тоже А мой как нашел Никто не знает Ну как он Все складывал В сердце свое Своем Как приставит Богородица Как те Родственники Так Надо было Одеть там Как есть Иди один Холодный пол Иди один Иди один Я же привыкла У меня дома Все открыто Ты замерзал уже? А вот Погрейся в батарее Патарею себе на горячее Поставь Она так гавкает У нас там звонок наверху Он начинает звенеть Как гавкнет Зону глянь Можно не слышать А это Разглешать Она еще Когда собаку видит В машине Тяпкнет Прямо под ухо И потом у ней Контрольный выстрел Собака Допустим Уже велькнула И там сзади Она обязательно Должна мне в ухо Тяпкнуть Я ей говорю Зачем ты мне в ухо Тяпкаешь Ты собака там Ну и тяпка ей-то Она мне это Гавк то есть Ты видел Такая собака Я видел Видел И что Сегодня увидели собаку Там такая радость была Такое волнение Она что-то маленькая Шпизер Переживалась так сильно Ну и что Увидела собаку У нас что Коронавирус Или что Все вымерли Просто морозит Слёвки Не надо Нету Поехала Учиться уже давно Про коронавирус Слышали? Не слышали Ай У каждого Чайника Нет Такого нету С миром Не было того даже Что сейчас 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 идет Совет Будут перекрывать Полностью Дороги Аэрофлот уже будет Закрыт С Китаем Еще Где будут Коронавирус Коронавирус А ну я слышал Что-то Да Значит Потом дальше Уже Во многих странах Там где Зараженные Отменили все празднества Все мероприятия Демонстрации И так далее Отменяли В Париж В Париже Никого нету В этом Ухане Из этого города Люди Вырываются Видели Я легенда И вот Очень похоже Показывают Прям очень похоже Там у них мост Вот так Через реку Река И сам город И так вот Как отделен И через реку Пытаются прорваться Мост перекрыт Военные Везде Патрули Военизировано Все А там живет 5 миллионов человек Этот город И короче Ого они уже разбежались Уже много кто разбежался Ну там сказали Что Несколько миллионов Уже убежало То есть там всего 9 было Осталось 5 То есть 4 4 миллиона Разбежались По там провинциям У нас все товары с Китая Но они же не к нам Не к нам же А при чем из товара Товары тут А как заряжать Воздушно-капельным путем При разговоре На терморегулятор Они все Они все В этих повязках сейчас Так это постой Это если Как идеально И у нас уже сейчас На Какой там называется Педагогический совет России Китайские студенты Все которые уехали На каникулы Им сказали До 1 марта Каникулы продлеваются Ну я так понимаю Что Если не найдут Эту защиту То продлят И еще больше То есть из Китая Не будут принимать Просто все И уже в совете ООН Ну правда Отклонили Первый запрос Был первый запрос От медицинского совета Ввести пандемию Вселенского масштаба Первый раз Такое Не было никогда За 2 недели За 14 дней Умерло 132 человека 6 тысяч зараженных В чем болит Ну наверное 10 праведников Короче Главное Китаю Один там парнишка Выздоровел Причем Наши Антибиотики Вели русские Ну вот он спрашивает Он такой Я выздоровел Потому что я молод Мне всего 23 года Я вот молод Полный сил Я думаю Китайский Ты придурок Вы такие есть Богу ничего не дали Я Я Что начинаем Давайте Помолимся Господи Помоли Господи Помоли Господи Благослови Царю небесный Утешителю Душей Истинный Ижемедесый И вся Исполняй Сокровище Благи Ижемнеподателю Приди Все лися Вны И Отчистены От всяких Скверны И Спаси Блаже Души Наша Отец Наш Небесный Молим Тем Именем Господа Нашего Иисуса Христа Благословите Это Наше Собрание Сегодняшнее По слову Твоему Господи Даруй нам Чтобы еще Многие Люди Пришли К Тебе Господу и Творцу Даруй Господи Обращение И народу Твоему Избранному Иудеям К Тебе Господу Нашему Все Кто остались Помоги Многомилостив Господи И нам Быть верными До конца Тебе Слава Тебе За все Отец И Святой Дух Аминь 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 Так Ну Собрались Мы По слову Божьему Вот у нас Слово Божье Судя по ответам На них Вот Чтобы была подготовка Так как Ну У нас Постоянно Проходят советы Перед тем Как Свящаемые Попадают к батюшке На покаяния Проходит совет Совет Церковный Приходской На этом совете Присутствуют Братья и сестры Которые участвуют В совете Ну обычно Человек Пять Десять И Те кто Спрашивает Себя Крещение Оглашенные Это Наше Православное Слово Оглашенные Или Катехизацию Проходящие люди Катехизация Это вообще Греческое Слово Оглашенные Это наше Такое Цирконно-славянское Будешь носиться Как оглашенный Но что-то Сильно никто Не носится Хотя Это знают Все Пословицы Носиться Как оглашенный Вот ты слышал Да я слышал Сейчас говорят Дед Самое интересное Когда я был Оглашенным И работал В тайге В поле И Ставили мы Новый прибор Для добычи золота Ну и тут Самый ответственный Момент Запуск этого прибора Первый Подается Первый Крутилки золота Там Все это И там приехал Председатель С Магадана У нас Участвует во всем Ну и там Что-то подбегает Наш директор И говорит Артели Ну Мы Никак не можем Там запустить Что-то Вот уже все Да я тут Я тут жду Жду тебя Я тебе сейчас Знаю что Я тебя сейчас Так вставлю Будешь у меня Как оглашенный Носиться А я как раз Оглашенный А я рядом стою Думаю Это мне он что-ли Говорит До такой степени Это слово Вот так вот дверь Вышел сбоку И такой Ну а странно Чего Нас вывели А потом Там раз Выходит Игнать Тихонович И говорит Вот вас тут Столько много Сейчас я вам скажу Что оглашенные Это люди Которые еще Неверные Богу То есть Если вы попадете Сейчас В какую-то Неприятность И умрете То Непонятно Как Господь Посмотрит На вас Некрещеные Будут Нормальные Имеет Нормальные Вот это попал я Что у меня Там за мысли Тогда были Такие Но однако Я понял Что Ну без этого Нельзя И мне до такой Степени Это было И я такую Жизнь Почувствовал В церкви Я сразу Почувствовал Жизнь Ну Как когда Сидишь где-то В подвале Сидишь Там сидишь Потом Лето Там знаешь Носится мошкара Всякая Тут же комар Те сразу И ты выходишь Только из этого Погреба И сразу Жизнь такая На тебя нахлынует Там тишина Все тут Солнце Воздух этот Теплый Такой бывает Горячий в лицо Даже не задавал А почему Только в монастыре Можно молиться За весь мир Давайте сейчас За весь мир Помолимся Господи Останови Это То что То что Господи Ты сейчас дал Для вразумения Человека Но останови Не это Вразумление А этих людей Которые грешат Останови Этот Китай Эту Россию И другие страны Помоги И другие страны Помоги Нужно будет От тебя Принятие То что Ты даруешь Нам Как бич Божий Даруй Господи Чтобы мы Без робота Приняли Слава Вот мы Помолились Теперь будем Об этом думать Сейчас Еще кто-то Уйдет Еще присоединится Будем все вместе Молиться Почему Это не монахи Могут молиться И в России Было такое Поверье Что из семьи Один человек Ну Дочка Или сын Обязательно Должен быть Монах Молиться За семью За эту Чтобы там Всего неблагополучия Было Мы тут вас Прокормим Вы молитесь За нас А что Нельзя Мы это так Научили Да А что нельзя Сразу Лучше бы научили Ставили Иди Благовест Иди Говори Спасение Понимаешь Если бы Священник Был Возрожденный Истинно Как бы Ожила Сразу Это Община Или даже Приход Ну допустим Ты работаешь Ты работаешь А тебе От Бога Повеление Суббота Часть субботы И воскресенье Воскресенье Точно Ты занимаешься Только божественным Нельзя делом заниматься И теперь Ты работаешь Эти вот пять дней Там Немножко Шестого Можно поработать Субботу Там С утра Или что Там Какие-то дела Такие Подобраться Работаешь Напряженно Там И так далее Тебя этот батюшка Ходит поддерживает Одну семью Пришел Поддержал Другую Лесков По слову божьему Нужно 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 без оглядки На любые лица Завете Это Это пророчества По христе Помогают Мужчина должен быть с капустой в бороде. Почему женщины в церкви, они такие активные и так далее. Они там активные, где мужиков нету. Ну, мужиков нету, кто будет активный? Следующий человек идет, женщина. Все. Она сонасливается вечной жизни. И утлый сосуд в нашей церкви стал превалирующим, то есть основным. Да их там быть не может. Мужик должен быть. У мусульман показано, как это должно быть. Ну, Господь как бы нам там... Ну, посмотрите на мусульман. Встали все на колени, куча мужиков, 10 тысяч. Да не 10, а сколько? Миллион в Москве вышел. Миллион? Так это сдрогнуть можно. Миллион. А если им сказали бы, ребята, за оружие? Да ксаджу в Москву захватили и все. Господь не дает этого. Он нам как бы показывает, вот что нужно делать. А у нас двух мужиков не соберем. Как два мужика собрались, начинают бодаться. То забанят тебя, то еще какой-то там смех на тебя ставят. Да что ты будешь делать? Непонятно. Как будто враги какие-то. Что-то тебе надо, там договоримся где-то. Ну, даже на людях прям неприятно даже это все. Ну, вот так вот у нас все происходит. У нас лишь у нас истин нету. И поэтому мы сейчас с вами сталкиваемся, вот, чем повезло тем людям, которые только с этим столкнулись. То, что есть эти книги и можно их читать. И главное, есть уже люди, как бы небольшая община, то есть скопление людей, которые живут по этим, ну, будем говорить, уставам. Вот у нас 16 пунктов, как заходим в церковный устав, 16 пунктов, плюс 10 дополнительных. Ну, какие одеяния там нужно носить, как там правильно себя вести. То есть регламентация. Не такая, как в церкви. Просто брошюра, как себя вести в церкви. Вот ты подходишь, начинаешь крестное знамение там перед храмом делать. И даже там они не могут правильно научить человека креститься. Вот я первый раз это увидел в книге, большой такой книге, закон Божий, зарубежного издания. Как он на Колыму попал, понятия не имеем. На Колыме у девушки, молодой 18-летней, которая начала ходить в храм, а я уже там ходил, там рядом. Ну, и там делать-то нечего, попы же ничего не скажут. Я сам придумал. Там снег идет, всегда снег же почти, из 9 месяцев, из 12-ти 9 месяцев снег на Колыме. Три месяца нету его. И я там придумал быть творником. Приходил и все время чистил, что там. А там снега, как сейчас у нас здесь в Барнауле, в этот год, 2020-й, так вот на Колыме там всегда столько снега. Ну, 9 месяцев сыпет и сыпет, сыпет. Там поддал, тут не поддал месяц. Ну, всегда есть снег. И поэтому там начали знакомиться вот так вот друг с другом. А попов нету, кто бы нас разъединил. А здесь есть попы, они всех разъединят, они всех разобщат. Вы только одно должны. Почаще причащайся, почаще причащайся, исповедуйся, чаще причащайся. То есть, хотят все к себе направить. А направляя к себе, они единство людей, которое вот создается вот в кулаке, или как хлеб нам показывал. Вчера там был спор, затеяли и так далее. Хлебы предложения около святого святых, они были хлебами. Это не опресноки были. И Давид потом пришел, когда попросил Амелеха поесть, он ему дал эти освященные хлебы. Хлебы назывались предложения. Они всегда по пять штук должны стоять около святого святых, в святом, на столах стояли. По пять хлебов именно. Но хлеб изображал единство богоизбранного народа. Мы все заквашены Господом. Все. Мы были разными пшениченками. Господь нас перемолол в горниле испытаний. Выбрал этот народ. Но теперь-то он выбрал тех, кто принял Христа в сердце свое. Кого он предизбрал. Теперь вот идет о хлебе. И заквасил у нас новой закваской. Вот и хлебы вот они. Почему и берется квасной хлеб на это? А все только опресноки. Почему опресноки? Говорят там же, если о хлебе. На хлебе никто ничего не видит. Ну там Вячеслав Семенов заметил кое-что. Что новая закваска. Говорят, вы старая закваска, а теперь новым хлебом станьте. Так что, есть и об этом тоже. Почему и берут квасной хлеб? А не только опресночный. Был тогда, когда был пост. Пост, когда человеку нужно было смириться пред Господом. А здесь показано единство человека. Хлеб показывает единство человека. Отдельные пшеничкинки образуют один большой хлеб. Это все мы должны быть. Вот такое должно быть единство. Этого единства не показывается. Его разъединяют сами священники. И я помню, к нам кто приходил, кто-то тоже, ну уже ушел конечно. И говорит, подошел к священнику и говорю, а что так скучно у вас в церкви? Дайте мне что-нибудь сделать. Ну, у меня машина есть, деньги есть. Дайте что-нибудь поделать. Они, ну, а ты исповедовался? Причастился? Все, начинается опять вот трали-вали, дели-дели. Так чтобы исповедоваться, причаститься, ему нужно было показать, что такое церковь. Как она прекрасна, какие там прекрасные люди становятся, когда они становятся другими. Как показано этому нону, когда Екатерина мимо прошла. Нет, не Екатерина. А, сейчас не Екатерина, простите. Пороскева. Это блудница, да. Мимо прошла, и он увидел, это как такой тонкий сон, как всегда, видение, что в церковь залетает черный такой ворон, а оттуда вылетает белая голубица. Как бы в церковь раз, и потом из окна раз, белая голубица. Да, человек очистится. И он увидел эту душу. А эти смотрят на него, епископ, а она такая прекрасная, мину проходит. Они все вот так наклонены. Лудница идет, на кого смотреть-то нельзя. А он смотрит на него все глаза, на него потом. А, он же старший, извините, как митрополит. Ты что-то это, брат наш, так прям смотрел на него. У тебя там ничего не зародилось сердце, ну, интересуется. Он говорит, я вот смотрю, братья, а и сам сплачет. И у меня слезы бегут. Поглядите, она всю себя отдает для этого своего разврата, для греха. А мы-то как должны Христа отдавать все для церкви? А мы тут с вами сидим вот, сидим-то и. И она обращается, услышала слова эти и обращается. К нему пришла ночью, что делать. И потом, и перечисление ее богатств, которые у нее есть, как у императоров. То есть она могла целое государство содержать. Мужики отдавали все. И она все полностью рушит, красота увяла. Все, и пошла, и крестилась. И стала белой голубицей. Вот Господь касается словом своим. Ну, это такие примеры есть, небольшие. Но для нас-то это все должно быть. Для каждого человека, для каждого, кто приходит ко Христу. Как это избранничество определить? Как его определить? Без, если не будет похванного. Блажен на ноги благовестующих. Мир благовестующих благое. Человек должен идти. Благовестовать. А мне некоторые говорят. А я вот хожу, хожу, и Господь как бы через меня никого не посылает. Я никого не родил во Христе. Игнат Тихонович иногда говорит. Вот он, мне он там сказал. Вот Ольга, у нас там Соклакова Ольга была. Вот это Оля. Вот это. Она через вас пришла. И какая она, никакая. То есть как бы он хотел этим сказать. Видишь, ты такой, и она тоже такая же, которая через тебя пришла. В этом что-то есть тоже. Но Господь говорит, если через тебя никто не обратится, через Златоуста говорит, то это значит, что больше тебе венцы будут еще на небе. Потому что ты старался, ты шел, а тебе никакого удовлетворения не было сердечного. Ты всегда был как бы в такой скорби. Господи, ну вот я же благовестующий, как я не так говорю. А у нас там есть некоторые сестры такие активные, они любят там что-нибудь такое сказать. Это все потому, что вы примеры не показываете. И вы там раны не просыпаетесь, там еще там что-нибудь. Это вот почему он все. То есть и в этом есть тоже какая-то доля правды, естественно. Но если ты идешь со Словом Божьим, вот берешь прям Евангелие, как мы, и человеку подходишь, даешь ему это Евангелие. Для чего? Для того, чтобы он читал его. Ну, насчет поговорить, к сожалению, это не всегда получается с человеком. То есть если с каждым человеком остановиться и поговорить за это время, то ты раздашь немного Евангелия, конечно. Но не каждый хочет останавливаться около тебя. Почему? Потому что если мы здесь уже пришли ко Христу, и не можем вопроса задать по Слову Божьему, читаем целыми главами. Из этой главы одного вопроса не можем себе задать. Апостол Павел, там в каждом предложении по несколько вопросов можно задавать. Игнатий Тихонович сидит, лучший ответчик, я считаю, по таким вопросам. И никто не задает духовные вопросы, потому что все все знают. Но когда начинаются там тары-мары-растабары, оказывается, что, ну, судя по ответам, кто как там себя ведет, как там, духовного мало, ну, там Вячеслав Семенов ответит, а остальные там, между ними, эти непонятные. Вчера вот сестра там что-то сказала тоже непонятно, ни к чему было говорить. Это Рахиль, там тоже что-то, тоже ни к чему это говорить было. Там Калиников бывает выходит. Вот вышел человек, задал вопрос, который вообще первый раз. Вообще первый раз. Во-первых, никогда никто к спящим не привязывался. Никогда этого не было. У нас единственный, кто все время говорил, это только один, Игнатий Тихонович, он все время. Так, толкни там, не спи и так далее. Я никогда никому не говорил. Сережа, ну, может быть, и было что-то там покажет, ну, чтобы там, ну, чтобы целый эпитер, а чтобы кто-то с таким бахвальством начал рассказывать в общине, как я сплю хорошо, подражайте мне, как я сплю, ну, как я морфию Богу моему подражаю. Это, знаете, в первый раз такое. Это человек уже потерял все сознания какие-то молитвенные. Молитвы, молитву все время мы молимся, утром, вечером, чтобы не во сне ты застал нас, не спящими сонами, ну, бодрствующими, в слове твоем и так далее. И что с таким бахвальством? Я вот сплю, а на меня люди смотрят, а я не хочу показать, что я сплю, я хочу показать. Так ты лицемер, ты распространяешь лицемерие сейчас. И ответ был простой. И я бы так тоже бы ответил. Ну, я начал с юмора немножко. Ну, Игнатий Тихонович, он не любит этого юмора, он как, ну, он любит юмор, но нет. И он тут конкретно сказал, а если ты спишь, то не спи. Ну, Игнатий Тихонович прямо сказал тому человеку, ну, ладно. А это вот, получается, за глаза опять начали обсуждать. Тот у нас спит, другой у нас спит. Почему за глаза-то мы не его обсуждаем, а пример этого человека? Мы что в Ветхом Завете-то разговариваем? Ну, а зачем? Зачем мы этих императоров поминаем там все время, всяких царей, всяких там лжепророков и так далее, там этих грешников? Что мы их поминаем за глаза? Их вообще давно нет уже, миллиард лет. Правильно, значит, сектанты говорят, что это в Ветхом Завете он не нужен? Что это апостол Павел? Он давно был. Он тем более всего лишь апостол. Давайте только на Христа смотреть. Что-то поминаем. Потому что написано, это был дедоводителем ко Христу. Спали и еще как спали, похрапывали. Все было то же самое. Почему? Потому что он вел, когда он говорил, когда он поговорит, нам расскажет, комментарий как-то скажет, потом я там читаю, ну или кто там был до этого там читал, прочитает, и пока читаешь, там кто-то обязательно впадет в кому опять. И тем более, туда-то на занятия приходили люди, которые не знали ничего. Они приходили в университеты и так далее. Им интересно было послушать. А теперь у нас на занятиях одни и те же остаются. Эти наши занятия, они больше как для видео. Я предложила, чтобы люди распространялись. Я предложила, я предложила. Поэтому, я вообще предложила. Ты все же говоришь, говоришь, говоришь. Можно диалог какой-то? Я вообще легко предложила. Если ты засыпаешь, вон иди, там есть кровать, и там засни. Почему? Можно же спросить. Причем здесь мы? Почему я должен страдать, смотреть, как ты сидишь, спишь? Я больше это не от того, что она спит, а от того, что она упадет и забьет себя. Ты же брат этой сестры. Ты эту сестру поднял. Начал с ней общаться, разговаривать. Она может тебе что-то интересное расскажет. Возле бремя ее. Да, возьми, несите бремена друг к другу. Я только что об этом сказал. Ты не слышишь. Ну это и понятно. Ты не слышишь. Я тебе еще раз говорю. Я тебе еще раз говорю. Читаем сейчас Евангелие. Прочитали главу вопросов ни у кого нет. Нет. Это я понимаю. Ничего ты не поняла. А что она тогда ничего не говорит? Ну и пускай она говорит. Вот бестолково говорить вы, сестры, можете. А по делу сказать никого нет. Ну бестолково нам слово не дают. Задать такой вопрос. Почему речь? Задать такой вопрос, чтобы все послушали добрый, добрый, хороший вопрос. А то получается как у Ньютона. Подайте, подайте, подайте мне это, поднял, дайте мне слово. Ему передали мешок. Сел на этот мешок, как у них там войлочные шерсти. Сел и такой, закройте пожалуйста, так форточка мне дует. И дальше, кто будет дальше говорить? Вот на счет вопроса, что Лена, ты не права, у нас сестры как раз там на занятиях в церкви участвуют. Любой вопрос могут задать. Никто им никогда не препятствует. Она просто, ей просто нужно, ну, обратить внимание на себя. Больше ничего в этом не то. Просто ты обращаешь на себя внимание. Мне на себя. Ну, пожалуйста, говори. Ну, вот сейчас, начинай, говори. О чем? О чем ты хочешь говорить? Давай собирать. Какой вопрос у тебя или что? Пожалуйста, говори. Серьезно, давай. Ну, вчера вот ты чего вопрос не задала? Ну, ты написала обличку, а зачем? Ты задала вопрос. Нам нужны нескучные занятия, там, что-то. Нет, я спросила, может быть занятия скучные. Я спросила, может быть так. Ну, а я ответил тебе. Я ответил, что они скучные занятия, потому что один и тот же. Я Сергею предложил, Сережа, давай там будет тот читатель, и тот Сережа уперся. Нет, я ведущий, значит, я должен читать. Я ему говорю, Сережа, если мы сейчас начнем читать о занятиях, а есть у нас пособие о занятиях, там конкретно написано, занятия ведутся, когда есть группа занимающихся. Десять, двенадцать, пятнадцать человек. Они выбирают одного ведущего, который может вести занятия, то есть знает тему, знает вопрос, обязательно життя святых знает, то есть златоуста, ну, там все перечислено. И теперь этот человек может как бы подсказывать, что-то там комментировать и так далее. Но у нас Эгнат Тихонович он не читает, потому что если он будет еще и читать, получается, что он основной ведущий, потому что он больше знает. Поэтому выбрали так, что один читает просто. Если у кого-то есть что сказать, приоритет тем людям сейчас, которые говорят, раньше в университете говорил всегда Игнат Тихонович. Потому что там были люди, которые впервые участвовали в занятиях. Теперь же у нас этих людей практически нету. Теперь может каждый участвовать, у нас такой есть. И все, и теперь задается вопрос, пожалуйста, прошли. У кого комментарий какой есть, то говорите. Хорошо. Все? Ну, я сейчас скажу. Один, один, этот. Да ты хоть сколько можешь говорить? Хочешь, все, замес. Ты говоришь, что я хотела ответить на себя внимание. Ну, конечно. Да, вот этот вопрос. Конечно. То есть... Ну, давай, говори. Спрашивают. Вопросы есть? Я задала вопрос. Ты говоришь, ну, хочешь обратить на себя внимание. Да что это за вопрос-то? Ты задай вопрос по Слову Божьему, что-то с чего. Опять. А может, у нас скучные занятия. А может, нам начать танцы. Давайте барабан там включим. Ну, что-то было. Мы перестаем задавать вопросы, говорят, ой, у вас нет вопросов. И так далее. Понимаешь, такие вопросы, они ни к чему не обязывают. Ну, что такое, скучно, не скучно. Как понять, скучно. Мне вот не скучно. Слово скажешь, и уже все, на тебя вот так вот всех собак спустили. Ты такая-то... Да нет, это не вопрос, опять же, понимаешь, это не вопрос. Поэтому и хорошо тогда, что такие вопросы... Это никакой не вопрос. Вопрос по Слову Божьему. Комфет. Мне понравилось, что обсуждали спящих. И все, я сказала. Ну, занятия скучные. А мы обсуждаем, например, тем людям, которые сейчас участвуют, почти 30 человек. Мы обсуждаем, что спать не надо. И что такие вопросы тоже задавать не надо. А то выскочила такая. А я вот потому, что я сплю. Ну, не спи, все, простой вопрос. Не спи, растри. Участница, сонаследница вечной жизни. Хочешь идти, как ты спишь? Я никогда не сплю. Ничто. Так о тебе, что ли, говорят, понимаешь? Какой-то, получается, как шапка на варе горит. Тебе-то что тогда возмущаться-то в этом деле? Не жалко. Ты, наоборот, должна... Мне ее жалко. Ты должна возмутиться в другом. Ты адвокатство включаешь. А нужно было включить вино или елей. Вот и вино или елей. Если елей, то мягкость. Ты бы ей сказала, сестра, ты понимаешь, мы идем ко Христу. И когда ты засыпаешь, у тебя там что-то обрывается, и ты не слышишь этого. То, что там ученые говорят, что во сне там хорошо заучиваются, на подкорковом сознании там тебе... У тебя только будет мурлыка, а не котенка, который рядом с тобой спит. Ты проснешься, у тебя... Все. А то, что там тебе говорил кто-то там умные слова, духовные там, даже арифметические. Ты ничего не вспомнишь, потому что ты просто спал. Все. Или вино налей. Сестра, нельзя спать. Бог сказал, возрастовать нужно. Вот, то есть, или вино, а ты начинаешь адвокатствовать. Зачем мы о ней говорим? Зачем мы там что-то и по пьяным указываем детям, что он пьет? Он просто немножко может быть, чуть-чуть там больной такой и так далее. Это адвокатство называется. Не надо адвокатствовать, еще раз говорю. Если ты не понимаешь, что такое адвокатство... Я понимаю. Я тебе сказал, что рано тебе было креститься. Я тебе сказал, давай год еще побудь в оглашенных, понимаешь? И тогда ты больше... А теперь ты крещеная? Теперь ты... Мне теперь давайте все, подавайте на блюдце все ответы, вопросы. Вот на это. Таких и не надо было даже задавать такие вопросы. Это понятно, что спать не надо. Костяна Александровна сказала, вы сейчас прямой эфир включите и начнете меня снимать. Потому что, ну, Володя включает и снимает, тех ведущих снимает. Это очень редко снимает. Он очень деликатно снимает. Ну, правильно, молодец. Он спящих не снимает. Ну, хорошо. Она и говорит. А если вы сейчас, если будет прямой эфир снимать Сергей Кубков, он начнет снимать спящих там, в носу ковыряющихся, еще каких-то. То есть он не имеет этого такта, поэтому она так и сказала. И второй мужчина тоже говорит, ну да. Я имею в виду, что, ну, если Володя будет прямой эфир, например, снимать, ну, все равно у него есть это чувство. Так-то и деликатно. Да вообще никто не говорил, что он-то будет снимать или что. Ну, снимал. Он просто сказал, давайте организуем живое. Он же не сказал, что я буду снимать. Об этом даже речи не было. Не речи не было. Не было. Он первый эфир снял и снял именно все моменты, которые... Я вообще об этом даже не подумал, что именно он будет снимать. У меня ребенок лег на коленях, ну, она вот истала, все, она легла, а он вот так вот-то вот. Ну и нормально, у нас на тихо снимает все время. Ну нормально, все, и ребенок теперь не ходит туда. А что он не ходит? Не заставишь, я тебе все. А что не ходит? Ну, потому что. Плохо спится на коленях, я понимаю, лучше спится, когда вот так вытянешь. Ну, лучше спится, не важно. Ну, у нас все только не так спали. Как у своего мнения. У нас ребенок может, у нас ребенок в церкви может спокойно закрыть глаза и заснуть. Я понимаю, конечно, у нас откуда мне знать. Я никогда не жил в этом мире. Впервые. Я дедушкой стал неделю назад. У меня теперь Ева есть, внучка. Это не объяснить. Вот и все. Ну, как я объясню это? Ну, как я объясню, если я не адвокат, то ты адвокат. Конечно, мне тебе ничего не объяснить. Ты меня за адвокатишь, конечно. Да это вот Татьяна Александровна на всех этих, на занятиях, на всех, все ее вспомнили. Ну, зачем? За тем, чтобы не надо вылупаться и говорить, что я сплю и мне хорошо. Да она не говорила, что мне хорошо. Да, конечно, она это сказала. Не снимайте меня в этот момент и все. Потому что я вкусно, сладко сплю, а вы меня снимаете. Она говорит, я бываю. А я говорю, вы-то вообще спите, вам не видно. Снимает вас или нет? Да нет, у вас нет. Вы прекрасно легли и немножко храпанули и все. Постойте, постойте, надо закругляться с этим вопросом, потому что мы развились. Смотрите, смотрите, ситуация такая. Вот я пришел недавно, в общем, ситуация такая. Я не знаю, как зовут эту женщину, но она сама сказала, вы не снимайте меня, потому что я могу иногда заснуть. Да. Ну, постой. Ну, смотри, мы на каких ушибках должны учиться? Ну, если я пересмотрю, опять же, это видео, на себя посмотрю. Так, вот здесь я себя вел, ну, неправильно. Надо переработать себя. Я же не буду говорить, зачем он меня снимал в этот момент. Ну, постой, постой. Выкручи сейчас себе это все. Убери. Убери, послушай просто. Я смотрю, в первую очередь, на себя, когда пересматриваю видео. Не на кого-то. И слушаю умные слова, что мне говорят. Все, вежда. И вот. И чтобы в следующий раз, потому что я знаю, что камера снимает, и будут смотреть люди, и на этом будут научаться, как себе вести. Ну, если я, как бы, расслабила сейчас, ну, меня не снимайте, я сейчас могу здесь и бзнуть, да, или еще что-то. Ну, вообще, коряво, что сказать, да. Нет, я начинаю контролировать, а я этим начинаю обучать себя, научаться. Потому что, ну, мне зачем-то приходить надо было в общем-то, мне и так было хорошо. Ну, конечно. Прекрасно все. Я зашел в храм Московской Патриархии. Там все ковыряются в носах, понимаешь, здесь с чашками бегут, сзади о картошке разговаривают. Здесь в Мерседесах батюшки стоят, ипотеку погасил, в Рождество, Рождество, представляешь? Я думаю, ну, так, ну, что-то не то. Я же не сказал там ворать, не надо здесь снимать, не надо, я здесь стою один такой честный, правильно, а здесь все бананы или газы. Ну, смотри, должны быть, ну, мы же все идем в Царство Небесное. Ну, помоги сестре. Правильно я сейчас сказал, ну, скажи. Ну, почему нет? Он сказал, ну, что мы все это обсуждаем дальше, каждый раз и каждый день. Ну, мы же учимся, наверное. Подожди, а Игнатиф же что? Оракул какой-то. Ты что такое это? Я хотел только сейчас сказать, знаешь, почему она так говорит? Потому что среди нас сейчас нет авторитета. Был бы Игнатиф, значит, сказал бы, ой, Игнатий Тихонович. Вот все, кто так себя ведут, их через время не будет в общем. Я не против всего. Их не бывает очень. Понимаете меня в любом виде. Понимаешь, что я делаю? Не надо адвокатствовать, ни за кого не вступайся в этой общине. Каждый из них такой же точно избранник Божий, как и ты. Я не вступилась. Если мне Дух Святой положил на сердце ее отчихвостить, то есть налить вина на нее, я ее отчихвостю пойметь. Ты мне никакой свою магнитоконную запись под язык не положишь, как Игнатию Тихоновичу тоже. Я не согласен, что делать. Я, да, Игнатий Тихонович про меня говорит, я знаю, когда говорят, там, да, шесть, семь качеств, шесть качеств, но у нас один есть такой, говорит, у которого нету качества нравится людям. Да, это я, я согласен. У меня нету этого качества. Я чаще лью вина. Знаешь почему? Потому что я уже столько елея налил этим людям, до того, как ты появилась и узнала что-то. Им только, они никто Библию не прочитал до конца. Они-то там уже 30 лет. Ты-то с ними вместе, понимаешь, ты-то с ними вместе идешь, ты тоже еще не, ты тоже еще не, ты тоже еще не прочитала ее. А я тебя просил, когда было у нас вот как раз вот это, совет, я тебя просил, Лена, сама откажись на год, сама. Ты поймешь, как это прекрасно, знать Слово Божие до конца. Ну, это же просто книга. Что она нам даст, эта книга? Ну, прочту я здесь или здесь. Она что, мне что-то даст? Ну, я могу его так сочетать. А другой мне сказал, крестись. Кого я должна слушать? Ты должна была послушать слово свое. С себя послушала, покрестила. Сердце свое и пойти к батюшке. И все ему рассказать, как все было. Все, ты посмотри. А батюшка обязательно тебя крестит. По такому честному твоему выбору он скажет. Да, конечно, крестись, что там говорить. Слово Божие, оно не так и важно. Главное, чтобы все, ты правду на мне матку сказала. Все. А было свое мнение его. А теперь, и только теперь, и только теперь мы узнаем, что ты супер адвокат. Супер адвокат. Потому что ты не просто адвокат. Ты адвокат всех адвокатов, оказывается. Нет, я не знал этого. Я думал, ты милая, молодая женщина с детьми, которая... А ты, оказывается... Я феминистка, у которой... Феминистка меня не испугаешь. Но адвокат... У меня есть дети, которые живут с бывшим мужем. Это меня ничего не пугает. Вообще не понятно. Вообще меня это не пугает. Меня пугают адвокаты. Знаешь почему? Других это пугает. Знаешь почему адвокат? Потому что адвокат идет. С тыла в ад заходит человек. А зачем вы тогда адвокат соль? Потому что тебе кажется, что ты делаешь что-то невероятно доброе. А ты, человек в этом момент, себя, этого человека и тех, кто слушает... А вот адвоката у Сергея вчера было. Загоняешь в ады. Вот этими словами. А адвокаты у Сергея вчера были? Были. И значит им можно адвокат соль, а мне нельзя. Опять? Тебе только потому, что ты показала себя совсем с другой стороны, как в начале. Ты нормально задавала вопросы, изучили и так далее. Сейчас ты начинаешь постоянно адвокатствовать. Зачем тебе это надо? Я не постоянно адвокатствую. Никого вообще ничего не сказала. Я просила только за себя. И только одного человека. Все. Это говорили только о примере ее. Больше ничего. Только пример. Тем более, что она в первый раз вылезла. Там говорили про мальчиков, которые постоянно спят. Что там ваня постоянно спит. Да почему постоянно? Смотри, у меня когда говорят, что я виноват, видишь? Не надо, там не про постоянно. Можно постоянно. Смотрите, мне когда говорят, меня когда обвиняют, в чем я не прав. Первый сразу идет момент защиты. Я сразу начинаю защищаться. Потом, когда я чуть-чуть подумаю, или день-два пройдет, я начинаю видеть свой грех. И начинаю думать, так, правильно сказали. А поезд уже ушел. Сказанные слова уже были. Я кусался. Я защищался. Что я не так? Я сейчас за себя говорю. Я кусался и защищался, наговорил кучу дров, слов не нужно. Потом думаю, как бы их теперь вернуть, а их не вернешь. Потому что раньше была поговорка, слово не воробей. Мне никто никогда не поймет. Поэтому я уже верю оставить слова. Я вообще лишний раз уже вообще не буду ничего говорить. Не надо обижаться, не надо обижаться. Обида может быть, взводство не надо быть. Смотри. Что делается сейчас? В данный момент лукаво перекрывает все. Глаза, уши, все. Постой, завтра ты об этом поймешь. Послезавтра придет. Обязательно придет. Пересмотришь. Придет. Понимание? Осознание того, что что-то где-то было сказано не так. Что меня не поняли? Ну почему ты думаешь, что ты не поняли? Что ты свое говоришь, а я свое. Что недолюбнено просто. Все, больше ничего нету здесь. Тебе недолюбнено? Нет, ну смотри. Это настоящая история. Дело в том, что мы живем и мы учимся. И наше поколение идет на смену там старушкам, которым уже за 80, за 70. Наши дети придут. И ты представляешь, какие они будут? И как они уже с нами будут кусаться и говорить. А мы им говорим правду, будем истину. Истина-то в том, что подкрепление словами Бога и словами языка. Сколько слов любовь ты в Библии забей? Сколько слов любовь? Где у нас любовь? О-о-о. Пошло дело. Ну, постой, ну смотри, опять вот. Вчера же вопрос поднимался о любвистов. Давайте, 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 давайте обличать, обличать, обличать. А любовь-то где? Так, подожди, а где ты видишь эту любовь в Игнатия Тихоныча? Вот тут, когда у тебя только авторитет Игнатия Тихоныча. Ты думаешь, понимаешь? Где авторитет Игнатия Тихоныча, Игнатия Тихоныча не обличает? Я не понял, что ты тебя вообще. Если у тебя авторитет Игнатия Тихоныча, так он первый обличитель. Знаю. Его первым нам нужно на этот суд подвесить-то. Ты что, меня-то вешаешь и его? Он вообще еще оглашенный. Я тебя не делаю. А я, а я, так я только повторяю то, что Игнатия Тихоныча говорит, для меня авторитет Игнатия Тихоныча, а не для тебя. Но дело-то не в этом. Дело в том, что чему я тогда должен научиться, если ты так говоришь, если у меня твоим словам нет. Я вот Вина сказала правильно, Игнатия Тихоныча. Я не делаю, нет. Один вопрос, может быть, занятие, скучное, я залагиваю, и меня уже в тапах все. Дальше ты послушай. Я сейчас смотри, вот я сюда прихожу. Я сейчас что должен выбрать? Я тебе спросил, тебе скучно слушать Игнатия Тихоныча, занятия скучные, что заснули? Я об этом вчера все сказал. Я подумал, что кто-то осознал. У тебя нет авторитета Игнатия Тихоныча никакого. Он говорит, он говорит на этих занятиях. Если он так тебе нравится, Игнатия Тихоныча, ну тогда он-то и говорит. Я что-то ничего понять не могу. Все, Сережа читает, и уже тебе скучно? Он сегодня спричал, Слово Божие. Вопрос. Я не утверждала ничего, я задала вопрос. А я ответил. А ты продолжаешь его сейчас опять муссировать. Вот что делать. Я не продолжаю. Я объяснила свою позицию, что почему я задала этот вопрос. Понимаешь, как у тебя вообще возникла эта мысль задать вопрос, что на занятиях, по Слову Божьему, может быть скучно, а от этого засыпают. Скажи, почему мы в молитве говорим, Господи, не застань нас спящими и сонными, а бодрствующими. Зачем эта молитва тогда? Если так по твоим словам, было бы весело и здорово. Потому что сатана еще есть. Каждое слово придется отвечать. Я тебе не об этом же говорю, что отвечать придется или не придется. Она про себя говорит. Да только про себя. А зачем? Все, я молчу, ей больше не словится. Не надо, говорить надо. Я ничего не пойму. Не надо замыкаться. Мы тебе говорим, ты нам объясни. Понимаешь, то, что сказать скучно. Она объяснила, ее не понимают. Все, она сказала, отвечать за свое слово. Все. Давайте вернемся к вопросу. Ты начал эту тему. Уже час, час. Я начал эту тему. Ты помнил этот случай вчера? И что? Я тебе не могу объяснять, меня не поняли опять. Все. Я говорю, давайте закроем эту тему. Я хотел сказать только, если у нас засыпают, то что тогда там, когда священник вообще не работает? Какая там разница, что там. Мы должны о своих душах думать. Ты о своей, я о своей. И вот у нас есть община, и мы друг о друге заботимся. Еще благовествуем мы, благовествуем о Христе. Слушай, такое впечатление, как будто тебя наш батюшка учил. Он все время говорит, вы ни о чем не говорите, говорить только о своих грехах. Я только долго. А я знаю, откуда это идет. Это с московской патриархией. У меня нет сил у меня. Это у них постоянно, в московской патриархии. Мы грешные. Я еще хорошо перекрестился. Грешные, многогрешные. Прости, помилуй. Только там скажешь, а вы словом, это, Евангелие это сегодня читали? Что тебе от меня надо? Пошел отсюда, давай. Ой, я грешный, многогрешный. И бабка вот так. Грешно, многогрешно. Они вот так. Это я просто хорошо крещусь. Я-то тут при чем? Они никогда так не перекрестятся. Я, кстати, начал говорить о зарубежной церкви, что я на Колыме встретил Слово Божие. Я начал кого-то о чем говорить. Надо же, как было зацепиться. Это вообще невероятно. Я начал что-то сказать. И в этой книге, в этой книге Закон Божий, там было на первых страницах нарисовано, как правильно накладывать крест. Что люди обычно крестятся вот так, а нужно правильно вот так. И вот так прям нарисовано. И написано, нам это подсказал один благочестивый верующий человек, который к нам приехал в мочерки, в гости, и мы послушали его аргументы. И вот он нам это рассказал, что оказывается, вот так крест перевернутый. То есть получается вот он как. А вот так крест настоящий. Вниз длиннейший, да. Да, вниз длиннейший должен быть. И мы восприняли это и считаем это правильно. И там же митрополиты подписаны. Митрополит Виталий. Это 88-го года книга была. А это было все в 94-м, 93-м, 94-й год, короче, зима. И я посмотрел. И когда я приехал, и занятия когда-то идут, и он начал рассказывать, как он был в Америке. И там беседовал, и там крестились попы, вот эти местные, зарубежные. И он им показал, как правильно креститься. А они, говорят, это потом тут же сделали переиздание этого закона Божьего. И впереди вставили эти страницы. Ты понимаешь? И это он был в 92-м году. Значит, книга была 93-го и 94-го года. Вот это началось 94-й год, скорее всего. И она тут же попала на Колыму как-то. Это как так, я не понимаю. И они уже сделали это. Ты понимаешь, как люди реагируют там, за рубежом? Здесь кто среагировал? Быстро переделали, да? Да, здесь кто реагирует? Справили, то есть. На то, что Игнатий Тихонович там говорит. Митрополиту сказал, главному. И уже напечатали это. Здесь никто не реагирует. Никогда не среагирует. А ты говоришь, не нужно об этом говорить. Я это слушала. Каждый занятий. Зачем думал мне это? Зачем? Я хочу Слово Божие слушать. Давайте Слово Божие. А не про патриархию, про священников. Мне неинтересно это. Я хочу Слово Божие слушать. Давайте. А ты что так хотела сказать? На прошлом занятии, когда Игнатий Тихонович пришел, он там и книжечки принес, и голубей принес. А он, наверное, этим и хотел показать. Что надо просыпаться, ребята. Ну, он всех разбудил. Ну, он постоянно голубей носит. Вот как тебе интересно Слово Божие слушать? Мне точно так же его интересно слушать. А голубей я видел уже не знаю сколько раз. Я там их и кормил туда залазил, и что только не делал. Ну, то есть голубей мне не так интересно. Мне интересны больше вот собаки, допустим. Вот у тебя собака, глянь. Она тебе может сейчас поиграться с тобой. Чего тебе неинтересно? Вот мячик сейчас. Я начал прибежить, тебе подашь, играйся. Голубей, ну ты раз в полгода, да? Он принес голубей и рассказал пример про них. А с просвещением, как мы слушаем. Мне, наверное, кажется, что он эксперимент провел. Что интереснее людям? Писание или вот? Он, наверное, все-таки... Нет? Ну, может быть, да. А что интереснее вам, люди? Писание или вот это вот все? Такие журнальчики с этим, со всякими. Игнатий Тихонович, он непосредственно, непосредственный живой человек. Вот и все. Вот его интересуют голуби. Он принес другим показать. Ну, что он знает, у них голубей нету. Они вообще их не... Мы даже как реагировали на это и на писание. На писание это? В другой момент, допустим, там взяли, засняли, как он этих голубей селекционирует. И написали палач там и так далее, и все это. Ну, ты все. Он живой человек. Он живет по Слову Божьему. Ему захотелось привезти. Это его занятие, его дом. Он захотел привезти голубя. Он принес голубя, показал. Отлично. Понравится тебе голубь? Я очень счастлив и рад, что тебе понравилось. Слава тебе, Господи. Ну, еще. Что тебе еще что-то принести? То есть я должен быть с такой выдумкой необыкновенной, что должен что-то такое делать невероятное, чтобы всем прямо интересно так было. А учителя детей выводят на улицу, делают экскурсии разные. И это самый запоминающийся урок. Кто тебе сказал, что я учитель, и ты мой ребенок, скажи мне? Ты же преподаватель. Я не учитель. Занятие ведете вы. Занятие. Как мне пробиться к тебе, оглашенной, тропинку к душе проложить? Будешь ли дьяволу, частой мишенью, старое все ворошить? Проповедь, проповедь сделай снарядом. Ну, и так далее. Какого ты заживаешь? Это же Божья. Понимаешь, нужно прокладывать тропинку к душе оглашенного. Игнатик, значит, так прокладывает он тропинку голубями. Значит, надо было услышать, так, не спать, не спать, не спать, не спать. А не все разворачивать, не надо разворачивать тогда. Все, сказали этому не спать, значит, я должен не спать. А, иголка, как летать, я не сплю, я не тебе говорю, просто любому человеку, который берет информацию, применять к себе. Не спать, иголка, все, колеси-то там, ой, аж додергиваться, понимаешь, и все. Ну, действительно, все этот разговор просто, все ли встало, все. Дело вообще не в этом было, дело не в том даже, что она спит или нет. Вообще, вы акцент, и не в ней даже, вы акцент вообще не на то поставили. Дело в том, что вылез сатана, и устами этого человека сказал, я спал, когда Слово Божие говорится, сплю и буду спать. Только это в такой вычурной форме еще было сказано. Когда говорили-то, говорили о том, чтобы людям живой эфир, там, кстати, один-то подышал и там сказал, а я за прямой эфир, пожалуйста, я буду смотреть. То есть, нашелся кто-то же, герой такой, кто бы смотрел. А я просто чисто для проверки, думаю, интересно, ну, вот что такого. Ну, снимает он прямой эфир, пускай будет еще прямой. Есть кривой эфир, пускай прямой. Более того, я даже сказал, если вы спите, вас снимать не будут, идите там, высыпайтесь в той комнате, никто туда не пойдет. Спите там, отца спались, пришли, продрали, так, сколько там еще, полчаса, ой, я полчаса могу послушать, давайте буду слушать. Ну, ты героиня просто, раз ты целых полчаса, есть полтора, будешь слушать, остальное будешь спать. У меня же он отец, он ходит, он никуда не претендует, ничего, он же тоже мог быть, он старый такой же, как она. Он спит себе и спит, смотрит телевизор, смотрит, никто на него, ну, как, внимание обращаем, конечно, но он не хочет и не надо. А она как хочет, она как ходит, она уже десятилетия в общине. И с таким опломбом, а я вот сплю, молодец ты, а теперь люди будут, смотрите, ничего себе, это община у них какая-то духовная. Спокойно выступают люди, так наоборот, это нормально, что она высказала свое мнение. Но это мнение чисто такое сатанинское, а не евангельское. Вот она спит, когда Слово Божие. И теперь вопрос, а может нам просто скучно? Это дальнейшее уже идет производное от этой... Игорь, ну ты все понял, там где я это сказала и зачем? Вот и все, давайте продолжим, зачем мы опять на этой теме-то? Ну, если это, если это, тогда понятно мне стало все. Ну, так бы и сразу сказала. Ну, еще ты, как это... Вопрос у меня по оглашению. Подождите, давайте я тебе вопрос по оглашению. Давай. Вопрос по оглашению. Вот у нас получается оглашение, это те, не только те, кто, допустим, к крещению готовятся, да, но и те, которые под эпидемию попадают, и те, кто наказанный, да, то есть выходит так. Просто я вот наблюдаю, что я вот уже выходит там человек, который там уже несколько лет... Он в городе был хотели, что мы даже не знаем точно, что... Там видишь такие каноны странные, допустим, если муж с женой в одной общине, и жена выходит с оглашенными, то муж может заметить это и будет спрашивать, а что ты выходишь с оглашенными? Она батюшке там сообщила, что она прелюбодействовала, например. И чтобы этого не было, чтобы было тайно сокрыто, она может стоять, но не причащаться. Ну а почему не причащается, тут уже непонятно. Ну, своего, да. Куп настоящий, это тот, который прошел эпидемию, но ему осталась одна треть. Не причащается. И он не причащается, но может с верными стоять. Вот это такой настоящий. Куп настоящий, отдельно стоящий. То есть кустом ты стоишь отдельно, то есть ты не в храме все равно. Ты знаешь, что ты, да, ты стоишь, тут смотришь, ты можешь даже на причастие смотреть, но ты не в храме, потому что ты не причастишься. Потому что батюшка, и все знают, что... И по идее, я так не знаю, только батюшка должен это объявлять или нет. У нас батюшка никогда ничего не объявляется. Оглашенные есть там какие, никогда ни слова не скажет. Там вопрос, я встаю, говорю, батюшка, тут у нас к окрещению человек готовится. Он крещается или не крещается, что... А тебе какая разница? Ну, разница так, что вот у нас тут есть вот такая вот штука, вот эта вот книга наша. Ну, вроде как, вы тоже подписаны здесь, тут ваши есть эти данные. И тут написано заявление, и тут батюшке заявление должен оглашенный подать. Ну, я подал. Я подал, он взял, и... Я тебя понимаю. Я спрашиваю, вот у нас человек, он крещается или не крещается, заявление-то подал он или нет. Ну, а тебе какая разница? Ну еще раз, батюшка, видите, тут заявление И тут написано два поручителя И он вам пришел, подал А кто у него поручитель это? Тут уж какая разница, не скажешь Два человека должны из общего быть Не батюшка уже тут И батюшка начинает дальше крутиться Начинает что-то объяснять там и так далее Не понятно, батюшка, вы просто скажите Выйдите, скажите, мне человек подал Заявление на крещение Ему нужно два поручителя Никогда не скажет Почему? Потому что он это не приветствует Наш батюшка, понятно? Это все только от Игнатигныча исходит Остальное быльем поросло И вот эти два поручителя Только нужны для нас, а не для батюшки Они ему столетним нужны, эти два поручителя Он и без них знает, как покрестить Оп-хоп-хоп, три раза и готово А потом, как крутиться здесь нам всем С этими людьми, которые хоп-хоп-хоп Это уже крутитесь, ребята Я уже покрестил Я ему сказал в тот раз, двоих вот этих Крестить не надо, они вообще не будут Много ты знаешь Покрестил, ну и что, кто виноват, и что делать? Кому на Руси жить хорошо? Он крестил с этим условием Он же знал Кто знал? Батюшка Груз ответственности Это нужно сумасшедшему быть Чтобы, зная, что у тебя не будет пасты твоей Креститься в пасту Батюшка прекрасно это все знает Что он говорит конкретно Когда я крещу, я твой духовный отец Вся группа крестница на нем лежит, да? Конечно Лежит на том, кого крестят Потому что он тогда должен, этот человек Теперь, это твой духовный отец Ты десятину ему отдаешь И батюшка это прекрасно знает Ну так те, которые по городам разъехались Они же тоже в московскую патриархию ходят Так же эти, они как бы в другом городе ходят Они вот здесь вот Они вот здесь вот Я им это все объяснял Я им это все объяснял В первую же, как мы там остались Я им это объяснил Они мне тут же заявили А почему мы должны быть в вашей обществе? Почему мы? Мне насколько помнится, когда был совет И Игнатий Тихонович спрашивал Ты в общине у нас осталась? Ты тоже головой кивнул А осталась? Я без общины Ты бы осталась? Лемешу сказала Лемеш Да конечно бы остался Лемеш аж прям такой возмутился Так а здесь есть вопросы Так что Сейчас-то, что ты говоришь? Я не могу что-то понять тебе, сестра А я не могу сказать другое слово Быть в общине Смотри, здесь и есть вопросы Они обязаны быть в этой общине Обязаны, раз они крестились у этого духовного отца А теперь кто у них духовный отец? Скажи, сколько из общины ушло, когда крестились? Ну они ушли, они же были Люди-то были Они говорили, да, мы в общине Такого, вот такого, как эти сделали Никогда не было Чтобы они крестились И я больше, чем уверен Когда батюшник спросил Будете вы в общине или нет? Ну он, может даже так и не спрашивал Он просто с ними по-доброму говорил Они ему там смотрели ласково в глаза Отвечали ласково И он подумал Ну все понятно, что Ну нормально все Обыкновенные люди Но они не писали заявление Вот в чем дело Они заявление-то не написали А это без заявления у нас нету У нас вот тут все написано Как все идет Проходит Должно быть заявление и так далее А вот пошли не по этому пути Пожалуйста Два брака Еще там третья девчонка Три брака Улетели А теперь что с ними будет? Они ходят в Московскую Патриархию А мы что не знаем, что там будет дальше? Адвокаты Все, кто в Московской Патриархии Или адвокаты Или враги Библии Больше никто Можно? Да, конечно Мы тебя только ждем Ну я не знаю Как-то Вот почему вы считаете Что Ваша община Она Спасительная Так скажем Вот такой же вопрос Не, просто Я не Молодец, молодец Правильно Хороший вопрос Я тоже послушаю Они Они эти пары Задали Точно Такой же вопрос На Совете Оглашенной Помнишь? Почему Наша община Спасительная Да? Мне вот интересно Ты где-нибудь Еще такой вопрос Задавала Кому-нибудь? Ты такой вопрос Можешь задать Еще У сектантов Знаешь Почему? Почему? Потому что Они точно так же Как мы Влазят в душу Человека А знаешь Чем они влазят? Чем? Тем, что Они Попадаются На том же На чем и мы Попадаемся То есть Сектанты И мы Наша община Братья и сестры На том же Когда человек Начинает интересоваться Словом Божиим То есть Спасением своей души Как только Ты заинтересовалась Моя душа Начинает Сразу Активно Участвовать В развитии Духовном Твоей души А телу Твоему И духу Твоему Еще не очень Развитому От Бога Не интересно Менять Свою жизнь Особенно телу Телу Легкого пути Не будет Всегда Это будет Тяжело Почему Очень Узок Путь Который ведет В Царство Небесное И очень Широки Врата Которые ведут В погибель Поэтому Я просто Я кроме Этой общины Я нигде не была Я не знаю И никто Тебя ничего не спросит Просто ты будешь стоять Там и все Ну постоишь Там помолишься Понравится тебе Не понравится Там у попов Не стоит этот вопрос Понравится тебе Или нет Занятие Или что там Они будут Одно и то же Тебе петь Красиво Они могут Только что делать Покупать Певцов И там Безбожный хор Взнесен Под купола Они там будут И киверут Там будет Реден стоит Все будет Красота Попела И дальше ты будешь А что дальше У меня такое было понятие А дальше Прекрасно все А дальше Как на концерте Певцов Пешел отсюда Там хоть есть перерыв Где там Кофе Какие то там Пирожины Можно даже Взять Не очень дорого А у этих Никаких перерывов нет Все Раз Пешел С миром божьим По домам Все И разошлись Никого нет Никто тебя Ничего не спросит Иди Не надо будет Никаких вопросов Задавать Как ты была Грешницей Какой Такой будешь Хочешь танцами занимайся Иди танцами занимайся Тебе никто Правды не скажет Истинной Почему Потому что Их не заботит Спасение твоей души Их людей Она заботит Спасение Спасение Твоей души Поэтому Поэтому Вот теперь Вот теперь Когда ты Когда ты Начинаешь Душу спасать Начинаешь Делать первые шаги Начинаешь Не просто молиться А эту молитву Разбирать Да еще на русском языке Они никто Молитвы не разбирает Они на церковном славянском Долбанули Вот так вот Вам понятно? Нам все понятно А что понятно? Почему не спать Бодрствовать и молиться? Ты разбери Почему так? Да еще Местописание И Слово Божие Которое об этом говорит А если я буду Не буду бодрствовать А буду спать Что будет? Господь говорит Приду как тать Как разбойник Тать это разбойник Вор Разбойник Посетитель Приду как тать Христос себя называет Вором и разбойником И похищу все Что у тебя есть И даже того что нет У тебя похищу Потому что ты не бодрствовал Еще накажу тех Которые тебя Пособами поставили Для тебя И они не бодрствовали То есть священников И их тоже накажу В первую очередь Домовладык этих По полной программе Господь Иисус Христос Нам сказал Так Я есть путь Я истинная жизнь Никто не приходит к Отцу Как только через меня Иван Гатерина 14 Почему ты вопрос правильно задал Почему вы считаете Что община Ваша спасительная Может даже думаешь Что мы там Все в единственном числе Ставим Нет Просто мы На примере Мы познали путь Господень То есть пришли ко Христу Мы этот путь уже Испробовали на своей души То есть наша душа Воскресенная Для жизни вечной Пусть спасемся Не спасемся Это уже зависит Как говорится Все в руках Божьих Мы же об этом и говорим О том что Мы людям можем Показать путь ко Христу Через Слово Божие Как человек может Уверить во Христа То есть читая Слово Божие А в московской Патриархии Там в других церквях Это не показывает Как мы видим Например Нет В сектах других Но там же есть Какие-то тоже общины То есть другие какие-то Да У них это все есть А они вот так вот Феофан Заторин Я не знаю Три вида благодати Говорит Феофан Заторин Да Что это есть Призывающие Есть обращающие А есть освящающие То есть мы говорим Когда сектантов Что у них две благодати Это есть Почему они занимаются Почему человеческая душа Воскресает для Христа Почему он начинает проповедовать Доброе дело делает И он по Иванду лежит Потому что у него Слово Грехи перестают грешить Смертными грехами Да Он пускает свою жизнь в Христа Но он не входит в церковь Христову Вот Деяние 2.47 Об этом Освящения нету Написано Прилагал спасаемых к церкви То есть Зачем прилагать к церкви Когда он мог бы и так спастись Если по-сектански рассуждать Собрались там двое-трое Или там Пускай сотню человек И из-за того Слово проповедовали А Господь именно Прилагал спасаемых к церкви То что он основал эту церковь Ты познал путь Господень Ты должен войти в церковь Через церковь Мы ходим через крещение То есть Тогда ты становишься членом церкви И вот в этом Мы отношения все показываем Как говорится Читаем мы послание апостола Павла Он же тоже все выносил на весь мир Мы сейчас все это читаем Калиферам На прошлом занятии читали Вчера 1 Калиферам 5 глава Что у вас такое благословение появилось Которое даже не слышно у язычников Вы что думаете Его никто не осуждал за это Да большинство из них Люди были против того Что он написал Зачем это выносить На все весь мир Тем более мы же сейчас Все это читаем Берем пример из этого То есть приводим Говорим И даже со всеми нами Вот например Я вот когда Год прожил в общине Через год я убежал отсюда Это был настоящий побег С потерявки То есть уехал Господь мне там наказал так Что я чуть не потерял Совершенную веру Перестал молиться Перечитал Слово Божие Читать Казалось бы Чего бы я там Не жил в духовной жизни Вот Господь мне сказал Ты должен быть здесь находиться Все Тебе здесь назначено место Нравится тебе это Не нравится Ты должен здесь трудиться Для меня Для Христа И тогда Все осознание приходит Да Господи Прости меня И то есть Господь опять Возвращает в общину То есть Узок путь Правильно привел Место Писания Что Господь говорит Узок путь Ведущий к Господу И широкие брата Ведущий к погибели То есть Если ты Целенаправленно Намеренно Спаси свою душу Держись за Христа То есть Держись за общину Слово Божие То что у нас Вот эти всякие Передряги Как говорят Происходят Так это нормально Это человеческие Люди это все скрывают А у нас просто Это все открыто Вот и все Кому-то послужит пример Они вот сейчас Нас все Брата рассуждения Слушат, они понимают Когда я книги Открытым локом читал Я больше Всегда был Постоянно был На стороне Игнать Тихонов Всегда Но стал вместе С ним жить У меня сразу Внутри Противление пошло Почему? Потому что Я уже на себе Это все считаю А я потом Этих людей Судил Там был Когда на Урале Когда книги читал А чего-то Почему они не понимали Это А когда на тебе Это начинает Вот это Слово Божие По тебе Начать проходить Тогда тебе Очень тяжело Становится И некоторые Люди Не выдерживают И самое страшное Становится Как я Книгу Начать читателю Брат мне дал В Марте Сатана Это очень страшно Становится Богопротивниками Хулителями Ненавистниками То есть Вот это Надо бояться Почему Соломо Начало Будрости Страх Господний То есть Имей страх Божий Не греши Перед ними Иначе Господь Отрубит Твое Святение И ты Пойдешь В Геену Обнину То есть Здесь Надо Идти За Господом Поэтому То что Ты Вопрос Задала Хороший вопрос Но вообще Никак На мне Относится Мы так Не считаем Вот и все Этот вопрос Ты можешь Задать Но почему Потому что Ты Не хочешь Твое тело Душа Твоя Дух Алистичность Твоя Она не желает Менять Свою жизнь Поэтому Этот вопрос Возникает Я тебе Заранее Уже говорю Отчего Я спросила Это потому Что Я знаю Почему Если бы Мне предложили Сходить В Баптист Там Вот хорошо Я говорю А зачем Потому что Я еще Здесь Не укрепилась Если я туда Пойду Ну то есть Они мне Своё мнение Начнут Договорить Они обязательно Поэтому Я сейчас Это спрашиваю Они тактичные Очень люди Они очень хорошие А тебя Никто туда Не посылает Али А кто тебя Посылает Дайте договорить Человек Почему перебежать Ну Хочет договорить Ну Давай Я просто думал Что она все Задала Вопрос Ну Выскажет Скажет Давай еще Чтобы мне Туда не уйти Понятно А Сережка Младший И Володя Они Баптисты С отцом ходят А отец у них У баптистов На коммунарах Он диакон Баптистов Представляешь И я туда попал Ну Посмотрел Тетя Алла Она Подковный человек Верующий Духовный И я Говорю Марина Ходи к ней Как на занятия Когда не будет занятий Ходи к ней Лета тем более Ну занятий нету И она тебе будет Там давать Что-то почитать Говорить с ней А тетя Алла Наша хозяйка Еще занимается А тут Анатолий Кузьмич Диакон Баптистский Марина Я приезжаю Ана В слезах Говорю Что такое Ты меня куда отправишь Я говорю Как куда Тетя Алла Там такая Да когда она будет Тетя Алла Тетя Алла А меня все время Кузьмич бомбит И бомбит Пошли к нам Да пошли к нам Баптистам Пошли к нам Да пошли к нам У нас такого Никогда нету Кто-нибудь тебе сказал Пошли к нам В общем В общем В общем Ну тебя кто затягивал Правильно Здесь неправильно Где к нам Здесь правильно Здесь наоборот Скопал Ну что Ты сразу Спать Не спать Не Чтобы ушли Закаляются Че Господь Закаляет огнем Не надо Существует Когда говорит Игнатий Тихонович Он говорит правду Когда он так говорит В нашу общину Попасть Намного сложнее Чем в отряд космонавтов Вы знаете Сколько сейчас Космонавтов Вообще На земле Больше полтысячи Американцы Там 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 Ну В основном Американцы И наши русские У нас у русских Уже За 200 человек Перешагнуло Людей В смысле Попасть или остаться В космосе В космосе Которые Понимаешь В общину попасть Или остаться Попасть Ну как попасть Не попасть А прийти в общину И конечно остаться Совершенно верно Не ну как Если говорить остаться То у нас Ну такой Меньше намного У нас может быть Всего человек Ну 100 С умершими И кто уехал Просто людей Ну бывает уехали И бывает умершие Умерли Поэтому они в общине А так и остались Они умерли в общине Вот Алевтина Пантелеевна Ой Алевтина Алевтина Пантелеевна Она есть Анна Кузьминишна Спасибо Алевтина Пантелеевна Дай их Господи здоровья Она заболела Просто ее нету То что болеют Ну где болеют Там То что болеют еще Ну как бы Они все равно с мамой Ну у нас сейчас Все равно в общине Всего 44 человека Осталось А было 99 55 человек нету Из них Ну где-то половина Это умерли И уехали Куда-то А остальные Просто ушли Отошли Но прежде чем Они разошлись Еще 70 человек От нас ушло Те которые крестились Были в общине И ушли То есть получается Уже Нас Живых Ну не знаю Насколько Уже наверное 3-4 раза меньше Чем тех Которые были в общине Они прошли Мимо нас Это нам Дало кому-то Опыт Жизненный Это с людьми Как общаться С братьями С сестрами Для благовестия Опыт Для того Чтобы можно было Беседовать с людьми И так далее Поэтому Почему Это так сложно Потому что Мы никого не зовем К нам в общину Никого Если космонавты Зовут еще Мы никого не зовем Мы просто предлагаем Наши ресурсы Вот брат Пришел к нам По нашим ресурсам Сестра пришла По нашим ресурсам Ну а ты уже Как говорится Отточковалась От мамы Тоже Суда И никто не звал Никто не зазывал А зазывало Слово Божие Зазывали Когда мы говорим Говорим И человеку кажется Меня тут зазомбировали Когда уходит Зазвали как-то Начинаю спрашивать А как тебя зазвали Визитку дали Дали визитку дальше Я посмотрел Позвонил там По телефону Или пришел на занятия Сел Сел И мне ответили на вопросы Ида Ну а как тебя зазвали-то Ну вот визитку дали Ну извини Проповедь есть Проповедь Дали визитку Я же не дал тебе визитку Давай к нам теперь Быстро беди к нам Я даже более того Я могу сказать Приди на занятия Я теперь это сказать не могу Никому Раньше я хоть мог сказать Приходите на занятия В политехнический институт А теперь куда приходить На занятия Можно Так что никто не звал Никто не зовет Поэтому Тоталитарной Какой-то Свинской группой Нас назвать нельзя Никого не звали Люди сами пришли Хочешь уйти Пожалуйста уходи Тоталитарная На острове Где там было Военные охраняли Своих адептов Я не помню сейчас Что-то ужасно Один еще пытался заснять Его убили Я не помню На острове или нет А это было В 78-м году Там в штате каком-то Сейчас забыл Там Майсон Да Может не остров Их там Тысяча человек было Ну как они отравились Все Вновременно по команде Приняли яд А Сами Сами Да Ну там им этот сказал Их руководители Они приняли А он нет Он не отравился Их учитель Джон Там этот Майсон какой-то И все Там люди были Которые успели убежать Там приехала комиссия Перед этим А он видать готовил Вот это Последний там Последний призыв Когда там Людей готовил уже Как в лагере У них так Городок там был Там Постройки там Обнесена колючая полка Охрана была С оружием И приехала комиссия С конгресса Но они были в другой стране Поэтому Не в Америке А сами были Американцы все И они приехали туда И начали проверять И в этот момент Одна женщина Там уже прям Я видел фильм Документальный Одна женщина Когда они вышли Она так посмотрела На этого конгрессмена И он Когда вышел Уже Как бы Я бы там еще Что-то хотел И они раз Его отпустили Эти охранники Один на один И это же И он Двери И эта женщина Подходит Говорит Заберите нас отсюда Только не подавайте Веду Потому что Нас убьют Если узнают И он понял Что здесь творится И он сразу раз К своим там Пришел Он говорит Хорошо Ждите Мы подвезем машину Подъедет машина Сразу садитесь И мы на вертолет И они только Успели выскочить Там что-то Их там человек пять С ним на вертолете А эти охранники Увидели По рациям Все И этот Дает команду Всех убить И они только На вертолете Поднялись И они начали Там строчить Там поубивали Сколько там И он в этот момент Дает приказ Всем выпить яд И там они выпили А кто-то там не выпил Короче там Оставшихся Человек двадцать всего Остальные все умерли И вот так По валку Трупы лежат Вот это секта Так секта По полной программе И когда люди Начинают говорить Вы там сектанты И еще что-нибудь Мне просто смешно Я думаю Ну помоги Господи С Богом Обтряси себя Обтряси Это святая шерсть Они все святые Эти животные Они безгрешные Это нам надо Обстрястись Будь с грехи Своей Вот это секта Так секта А это Сектанты Там еще что-нибудь Ой-ой-ой Да вы что Не знаете Кто такие сектанты Они там Не просто там Несут все Они всю жизнь Полагают За этого своего Гуру Учителя Он не просто Для них Бог Он прям Живое воплощение Сущности их Жизненной Это я не знаю Как нужно Зазомбировать себя Чтобы таким быть Ну там Всякие фантастические Есть там рассказы Романы Там и так далее Там братья Стругацкие Об этом писали Какие-то там Лекарства принимают Пьют что-то там Излучения какие-то Есть На людей И они становятся Зомбированными Ну то есть Люди пытаются Показать Почему Целые народы Огромные общества Идут За диктаторами За убийцами Тиранами И палачами Потому что Сатана есть Замыли Бога А приняли Сатану Вот почему Нету никаких Лекарств Печать на правую руку И на чело Сатанинское Антихристово Будет ставиться Никакими Не излучениями Никакими Напитками Сам придешь К нему И отдашь ему душу Люди видели Гитлера Показывают документальные Фильмы Вот так вот Хайль Хайль Знаете что такое Хайль Как переводится Это такое Это мы переводим Да здравствует А у них Это от язычества Еще идет Это Наибольшее Как бы От предков От духов Наибольшее Такое Благословение Этому Человеку С Богом Благословите Христосу Этому Человеку Не просто Здоровье А благословите Да вроде как Такое благословение Что все мы Предки за тебя И чтобы То что ты делаешь Оно Века Прославило И тебя И всех Кто вокруг тебя Всех Их адептов Всех Приверженцев И так далее То есть Когда они Михаил Гитлер Кричали Это они Не одному Гитлеру Там желали А всем Всем им Себе Самим То есть Они все вместе Были Все едино Были И говорят Практически Каждая Женщина Германии Хотела От Гитлера Ребенка И говорили Об этом Прям Когда были В спальне В спальне С мужем Портреты Гитлера Висели Чтобы женщина Богла Смотреть И мужики Через силу Ревность Все таки Играет Но они Понимали Их Понимаешь Чтобы вот этот Вот этот Вот этот Хай Он Перешел на них На их ребенка Потомство И так далее Ты понимаешь Как это нужно было Зазомбировать себя Это только без Бога Можно было сделать А коммунисты Как это приняли Вот Володя Правильно говорит Книгу вспомнил Маркс и Сатана Основ не будешь знать И не поймешь А когда Ты начинаешь понимать Кто стоит Во главе учения Так без Сатаны То никак не обошлось Во-первых Сатана сначала Отнимает разум Вернее не Сатана А Господь Отнимает разум Через то Что человек Начинает веровать Не в учение Господне А в перевернутые Учения То есть сатанинское Не человеколюбие А человека ненависть И отсюда Пожалуйста Все это приходит И почему Когда мы говорим О сектантах Мы говорим О поражении Духовном То есть Одну из частей Одну из частей Благословения Вот этой Благодати Человек просто Выбрасывает от себя А это уже Сатанизм Это только Сатана мог привести К этому Я вообще не понимаю Как меня Господь Хранил столько времени Потому что Сколько было Всяких Куда я могла Пасть Да Я всегда Было какое-то Вот отторжение Я не могла Там находиться Это все чужое было Там Там И для меня Так же точно Один к одному Да что Как они все Собираться Что-то в это Верить Дай-ка я поверю В это Верю Верю Чушь какая-то Фу на вас Все Я не шум Пытался Дет Меня-то Сатана И Господь Проверял Вообще Даже не так Еще бывает Проверка От Бога Я экстрасенсоникой Занимался Я лечил Людей От паралича Человек Который не ходил Врачи отказались Я делал Над ним Пассы Которые я Выучил И человек Поднимался И шел И я Когда я это Увидел Меня страх Обхватил Мурашки Даже сейчас Я вспоминаю Как это было Мурашки Аж до самых пяток И я Потом Это Спрашиваю жену Я говорю Я спрашиваю Я себя спросил Это мне Откуда Такое Для кого Я-то понимаю Прекрасно Он лежит В больнице Рядом Врачи Там Светилы Там Хирурги Которые Меня Тоже Оперировали Они Смотрят На меня Они Поверить Не могут И они Мне дали Возможность По всей Больнице Ходить Ко всем Раковые Больные Любые Заходи Чего Вы 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 А Вот Это Наверное Это Бог Наверное И Господь Меня Сохранил До Какого Времени Этим Занимался А Марина Мне Все Говорила Я боюсь Игорь Я боюсь Когда ты Начинаешь Я боюсь У меня Страх Какой-то А у нас Едет Мама И где-то Нету И нету 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 В пути Она Говорит Я не знаю Мама Едет У нас Там С Магадана 700 Км Мороз Стоит 60 Градусов Вдруг Что там На трассе Замерзло Там На Колуме Любой шаг Смеет быть Зимой Я говорю Ну давай Я попробую Сейчас Узнать Где она И я Беру Эти свои Палочки Начинаю Спрашивать И Говорю А она Сейчас Находится На Полевой У них Что-то Случилось С автобусом И Сейчас Там Они Сделаются И она Приедет В 3 Часа ночи И она В 3 Часа ночи Заходит Марина Говорит Это надо Тебе Что-то Думать Что-то С тобой Не то А я В этот Момент Начал Ходить В храм Вот Когда Это Все Началось И я Начал Ходить В храм Молиться И там Лежат Книжечки Вот так Попы приезжают Книжечки Разложат Я смотрю Эксо-сенсорика И сатана Я взял Начал читать После этого Ты начал Ворочество И я понял Я еще На Колумбе Был Я никого Не знал Вообще Это был 94-й год И я понял Что я Упал И вот В этот Момент Когда я Это все Вот так Скрутил Все эти Палочки Свои Все эти Послания Все Обратно Разослал Кто Мне их дал Что я Не хочу С этим Дело Я забыл Потом ко мне Приходит К Марине Пускай полечит Тодда Она говорит Он не занимается Этим Как не занимается Что это Хорошо Что это Что это Не занимается Я там Похмелье У друзей Снимал Этих своих Алкоголиков Только больше Не пейте Раз Раз Опять Пьяный Приходит Ну Ты Я же Ну То есть Мне не Хотелось Этим Дать И когда Я вот Это Прочитал И я Сразу Осознал Господи Это Мне Чего Такая Проверка Да Тебе Такая Проверка Ты По другому Должен С людьми К людям Подходить А я думал Что это Мне от Бога Думаю Я буду Целить И исцелять Люди Причем Я не брал Ни денег Ничего Один раз Мне Банку Принесли Поллитровую Красной Икры Я говорю Да не надо Мне ничего И оставили Ее там На столе Ну Знакомые Были оставили Я пришел Ну там Ну ладно Уже Там Все И после Этого Они же Меня Когда я уже Забросился Они А мы Тебе там Красной Икрой Там Тебе Давали Не хочешь Нас Забечить Я думаю Господи А из чего Ты избавил Меня Это просто Невероятно Я бы в такую Яму попал Там еще бы С деньгами С бандитами Еще бы Убили Вовремя Останавливает Господь Ну я Осознал Поэтому я Остановился Сам Меня никто Там не уговаривал Игорек Там не надо Этим заниматься Я прочитал И я поверил Господь Такую веру Давал Я в Библию Полностью Все верил Только там Не написано Не занимайся Экстрасенсорикой А там написано Волшебство Гадание Это все Есть Экстрасенсорика А тут же Написано Волшебников Гадателок Всех Гадателей Волхвов Этих Чревовещателей Всех Участь В гиене Все будут Убить Всех Убить Убить Я такой Ой Ничего Куда я попал Я такой Огляделся Хорошо Что вокруг Меня никого Нету Кто убивает И быстро Быстро От этого Гребся И все И забыл Об этом В Деяниях Есть пример Когда Не воздал Славу Богу Да Поражен Ангелом Это Царь А ну это Про Ирода Ты говоришь А еще Перед этим В Верхом Завете Тоже Говорилось Про Ирода Избрал Более Нет Не Яред Ну вот Библия Осия Осия Царь Осия И Взыскал Более Лекарей Нежели Бога Написано И Господь Его Наказал Болезнью И он Убер Конечно Наказал Так Ну проказывал Не Я не знаю Про деяния Деяния Это Четвертый По-моему Четыре Четвертый Ну Че-то Вначале Писал Там Где-то В конце Главы У меня Молоса Видел Читать Нет Я страницу Листаю А ты Как это Увидел Что Ну что В 3 часа Как ты Это Увидел Тебе Это Картин Нет Я не увидел Нет Мне ответы Были Я же Вопрошаю Я вопрошаю И спрашиваю Тебе прям голос Голос был Или как Нет Я сам Вопрошаю А мне идет ответ Вот этими палочками Нет Я до такого не дошел Что она мне лучше Поэтому Так сильно Меня туда Не бросайте Просто я Тоже С тем же Самым Занимался Но немножко Палочками Я ничем не Занимался Бог И это Никакие Тут Это Прекрасно Это Люди Выздоравливают Все Я должен был Пойматься На этом 100% И когда Тут Не так давно Несколько лет Назад Что-то Было И кто-то Заболел А вот Есть Такие Экстрасенсы Я сам Занимался Они Излечивают Ты Занимался Так ты Излечи Сейчас Нет Я этим Уже Не занимаюсь Это Сатанизм И мне Да ты Дурак Меня так Обматерили За это Я думаю Зачем я вспомнил Рядом с безбожниками Об этом Так хорошо Приятно Я к чему-то Детельский пример Привел Где я Сейчас не буду Найти Потому что Ты воздал Богу Все-таки Слава То есть Ты сказал Это Бога То есть Ты не сам Себе это Присходил Нет Это Однозначно Однозначно Что я бы Сейчас Меня Не было Занимался Я бы Уже Денежку Получал Еще У меня Мы же молитвы Читаем Мы же Помогаем Оправдывать себя Я тоже не могу доказать Что это Сатана Я думаю Все было потому Что я никаких молитв Не читал Но я ходил С Библией Показывал Библию И сам не понимал Что я показываю Там как раз Там как раз Там обо мне Смертные приговоры А все Кто этим занимается А я хожу Показываю Читаю И вот этот человек Который парализованный был Инсульт его Ударил Парализованный Он когда Он за неделю Прочитал Слово Божие Вот эту книгу За неделю Прочитал Он был Это Бывший прокурор Евгений Плотников Сейчас он В Магадане Созвонился Сейчас ему опять Плоховато Но он движется Ну как Все равно разбит Сейчас он читает Занимается Они ходят С женой в храм Говорит И дочка верующая Кристина У него тоже Я тоже с ней Первый ребенок С которым я работал Ну как трудился На духовном Делании Тогда уже Господь На духовной Ниве Да Ну слава Богу Короче говоря И там медсестра Которая увидела Это все Она тоже уверовала И со своим мужем Это Гусельников Они тоже там же еще У них дочка уже вышла За священника замуж Сейчас они в Петербурге Она там матушка Уже И еще там у них Две девчонки И тоже что-то у них С этим связать решили Ну когда Марина Начала рассказывать Об общей Они сказали Это точно секта Это сектанты Ну а сейчас Мы созваниваемся Я говорю Поздравляем с праздником Я тут в Краевой больнице Я тут в Краевой больнице Аликтина уезжала Ну в рулевую смотрю Стоят три женщины На установке У меня что-то такое желание возникает Садитесь Довезу там Ага Хорошее желание Да На камне не садятся Боятся У меня собаки Она такая Сколько стоит Я говорю Да не сколько Она вот Отшатнулась от меня А эти Две сели Задись Давай давай Садись Села А та говорит Нет Я не поеду Нет И все Потом Когда меня нашла Бесплатно Это явно секта И они на меня А вы матушка Вы матушка А тут батюшка ходила Да 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 А вы матушка Я говорю Ну я не матушка Я мирянинка Мирянка 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 Да Можно сказать Просто я христианка Еще лучше Потому что мирянка Это То, что у нас Придумают что-нибудь То выцерковление Дело в том Что и христианка Это тоже Человека сразу Настораживает Он начинает То есть То есть У нас Когда была Бригада Строительно-отделочная Ну мы решили Что визитку Выпустим И там будем Писать Что христиане Там отделочники Мы думаем Сейчас завалят Заказывали А потом Уже когда Прошло время Мы поняли Что к христианам Это отношение Такое Мы же С капустой В бороде Придурки все Нас так и считают Христиан Придурками Нет Или сектантами А православных Придурками Считают Николиков Всех Вот та женщина Которая села Она говорит Это моя родственница То есть Она со своей родственницей Не поехала Настолько страх у людей Что в платке Увидев Там Сектанты Еще кто-то Ну все Сектанты Платка Не ходят Нет Не сектанты Не знаю То есть Какой-то страх Либо христиане Либо мусульмане Либо Так Она не поехала Ей Говорит Надо было Даже Куда Ой Спасибо Что у меня Навезли Трава Вид христианина Должен устрашать Суперстота Все Как у нас Бороды Как у нас Бороды Я тоже еду Там Допустим На Волтайске Бываю Там подвожу До Чесноковки Я там через Чесноковку Езжу Я тоже останавливаюсь Вижу Там кто-то идет А там далеко идти Ну так может С километра Я останавливаюсь Пожалуйста Садитесь Ну сколько раз Останавливаться Может раз Десяток А одна только девушка Села Девушка Главное Я говорю Не бойтесь А И мужик хромой Тоже Непонятно Я говорю Садитесь Не бойтесь Собаки Она говорит А я собак люблю Села такая У нее Болоневая Тут же Чиквашка Езжу Качала Она тут Ее гладит Все Друзья А другие Сколько Тетки Были Нет 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 Езжай Езжай А я сейчас Бородой И собакин Понятно Да Куда сейчас Собакин Ну смотрите Сами Страшно Борода Знаешь Где это Вчера Я заходил В Покровский Собор А мы С сыном Едем Заворачиваем Домой Я думаю Так Постой Сейчас Ментак Не получится Завернуть Накопано Ну и Разворачиваемся Туда Я уехал А потом Раз Смотрю Собор Доехали В собор Зайдем Доехали В собор Зашли Ну посмотрели Походили Я вчера Первый раз Увидел Что там Написано На потолках Нарисовано И мы Давайте разбирать По Библии Что там По истории Свят 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 Господь Бог Собав Свят 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 И мы Давай разбирать Ну и вслух Никого нету Там бабушки Сидят Мужчины Заходят Кто-то Помолится И мы Начинаем Разбирать Истории Допустим В церквах Так а то что у тебя всякие жигуля Так этот храм такой же наш Как и Я говорю Мы-то идем в историю Нет Это наши храмы Это все наши храмы В них что В нашем храме нельзя Что мы говорим Я не хочу сказать Так мы тебе говорим Следующий На будущем Ни в каких храмах Нельзя разговаривать Ни с кем Ни по каким вопросам Ты же мужчина Это Жены в церквах Да молчат Это им присущим Беседовать в храмах А мы мужчины Мы воины Мы встали Стоим А мы выходим Никого нет Что нависло Получается Он меня спрашивает Я ему говорю Он где-то говорит Вы просто Договорились Перед этим Если надо что-то Договорились Мы сейчас заходим Все смотрим Ты запоминай там Что есть Мы выходим И с тобой тут обсуждаем Бурно Потому что там храм Мужчины не разговаривают Мы можем там молиться Зашли Посмотрели Понятно? Понятно Вышли Как индейцы Потихоньку По лесу По траве Посадываться Не слышу Все Вышли Все И тут начинаете обсуждать За оградой Желательно еще Почему? Тебе нарекания Сделают священники Будет прав А ты начнешь ему упираться А вы Папы Такие сякие Толстобрюхи Там ничего не учите А он-то прав Что ты не должен Храме ему это говорить А за оградой Ты его поймай Оттуда Не поймаешь Никогда Потому что он в машину сел Потому что он уже в машине В ограде сел И уехал Все Но суть-то даже Смотри в чем Поэтому Вот там Ну сейчас Фроликов Там Со священником Где-то разговаривает В церковной ограде И ему там Начинают доказывать Что вот вы там Неправильно сказали И так далее И вас совесть обличает Наверное Вы мне не отвечаете И он докапывается До него докапывается Ну как бы Неплохо священнику Что-то сказать Там по делу Но не в церковной ограде Ты выйди с ним За ограду И поясни почему А тут молчи Работаешь ты там И работай А он что-то начал там возникать И у него еду отобрали А он на этом живет Его кормят в церкви А он А я рад Что вы меня Это не сделали Я теперь вот Голодный Ну счастливый Я вот за вас молюсь Радуюсь И так далее То есть он хочет Совесть повлиять священника А священник-то Его наказал по делу Ты работаешь тут И работай Вот так вот проходи А я вот так хочу идти Тебе правильно показывают Как кидать Ну Фроликово видно По всему Что он Упертый человек Ему показывают правильно А он упирает Упирается Упирается Ты учись Тебе вот этот священник Сейчас тебя учит Ты учись у него Раз не ходишь учиться На занятиях Учись у священника А потом Когда ты ему Другом станешь И расскажи Ужи тогда уже А если не умеешь А если не умеешь говорить Тогда и молчи Все В тряпочку Ходи Ходи там Молись Участвуй в занятиях Все Ты не прошел экзамен Вот мы сколько там были Игнатий Ильич один раз сказал В храмах не разговаривать Только Даже шепотом Я прочитал устав И все Я нигде ни в каких храмах Не разговаривал А потом говорят Это как там Вот со священниками Надо там их так обличать Не где-то за глаза А вот глазу на глаз Да ты поймай его сначала Я тебя тогда посмотрю Как ты его поймаешь И поговоришь с ним Его не поймать Священник Это как полковник милиции Полковника милиции легче поймать Чем священника Я тебе хочу сказать Ты к полковника где-то встретишься Подойдешь Скажешь там Товарищ полицейский Или там Господин полицейский И он с тобой будет разговаривать А священник еще нет Ты что Попробуй Ты ему только спросишь А почему вы не крестите Двое кратное погружение Он даже Тебя даже взглядом не поведет Буркнет там И все Дальше пойдет Это да Ну говори После того что Походили мы тут Бабушка сидит Читает Что-то Какое писание Читает Библию Новый завет Нет молитвами Ну и все Я начал тут Пропобедовать В храме это все Да О Христе нельзя Ну теперь знаю Ну не знал Ну и с ней разговариваю Она Я пойму Спробор вот это Ну еще я ей рассказал Про благовествовал Ну уходить она за нами А вас где можно найти? А ты визитку взял с собой? Да у него вообще ничего не было Поздравляю Тогда сбежать что? А у Олды тогда тоже не было Я хотел дать У него не было визитки Не было визитки А ты так Володя тебе не сказал Не может быть А нет визитку Мы не ехали со службы Кстати Сергей Павлович Сейчас работает Над визитками И дилемма такая Как бы Игнатин Ильич нам намекнул Что на визитке На фотографии Только один Сергей Павлович Остался и батюшкой В общем И остальных Никого уже нету Ну как бы намек такой Что вроде как Другую Но до такой степени Она приятная Что там крещение Явно что понятно Что крещение Что Ну я думаю Менять не может Не стоит Вот Евгений Покажи Еще раз Адька что там А визитка Визитка Сюда на камеру Покажи пожалуйста Красивая визитка Там много чего-то нету Он там сейчас все проверяет И там прям выбрасывает Пачками целыми Потому что этого нету ничего Игорь Третьяков На себя взял Большую ответственность А потом Смотался И ничего никому Не заповедовал Все и нету Нет как нету человека Столько сделал тут всего И память по себе И вот они вот эти бабульки Они жажда Да не то что бабульки Все Кто есть Кто ищет Бога Они жажда по слову Она мне говорит Вы где работаете Я говорю Ну где вы служите Ну понятно Она-то хочет точно так же в храм Чтоб ты там в храме сидел И все Вы приходите сюда почаще Я говорю Я раньше тут был Но я бы ничего не услышал И ушел Она сама не приняла Вот я например Пример тоже могу привести Вот были мои Это те люди Которые При дороге Упавшее зерно Хоп Схватило Налетели птицы Бесы В одно ухо Вырвали Другое унесли Все Я просто пример хотел привести Были в городе Осинники Развозили книги Я там был Как раз и в храме Там Инащик наш зашел Там эта сестранина Которая нас приглашала К себе в гости У нее Начала еще И это Я начал из храма выходить А я в этот момент Все снимал на камеру То есть внутри храма Мне запретили снимать А я вышел Решил там снаружи Что-то снимать А храм богатый Такой Я с устренек схожу Снимаю И в этот момент Стоят две девчонки Межсомы там ролик У меня на моем канале стоит На нашем канале Общем нет Она на моем стоит Стоят разговаривать Межсомы Одна говорит Нам где-то Почет Пойдем в храм А вторая говорит Как мы пойдем С тобой в штанах Стоим такие Маящики у нас Тут оголенные Девчонки Да, девчонки Обычные Оказалось По 12 лет сегодня По 13-13 И вторая такая Нет, вроде нельзя Так в таком А что? Вон все идут Пошли Нет Я в этот момент Стрел в них вопрос Я говорю Вот это Вы правильно Рассуждаем Как и должно Что Надо одеться Стрел в лече силы То есть С этого Начали с ним Благовест И вот они Потом Вторая Которая была Попротив Задает мне Другой вопрос Через некоторое время Когда послушала Я с места Описания Приводил А Христи Рассказал А как можно К вам Попасть Куда попасть Ну к вам Идут Идут Ваш храм Просто я говорю Даже не местный Был Вообще Салтаев Поехал А так она То есть Хотели даже Ко мне уже То есть Ко мне Визитку А у нас Тогда визиток Небы Просто Одни Развозили А Игнатий Лапкин Я что-то не помню Игнатий Лапкин Хотел сказать Что я не помню Нет Я там рассказал Я рассказал Это Как он называется О нашем лагере Рассказал Что потерять Есть такой Сайт был Но не рабочий Еще Не такой Рабочий 2013 год А 2013 Ну в 2013 Это уже У нас Это был Форум Я вот не помню Визиток На сайте К истинного православия Двух форум Я не помню Заходили И там прям Ну Тогда Игнатий Вопросы Задавали Там Пишут Видео А сейчас Потом Скайп пошел Узнали О скайпе У нас постепенно Недавно Я его смотрел Недавно Форум Вот этот Репортаж Я его недавно Смотрел Что да Две девчонки На лестнице Приходит Крам Володя Их застал Меня тоже Как-то Я не знаю Откуда Меня Никто не учил Мама Никогда Крам Там Вообще Меня Никто Я говорю Мы с сыном Зашли Спокойно Разговариваем Моток Без косметики Без помады Что да Должна быть длинный Платок И должна быть юбка Это 100% Всегда Я не знаю Меня тоже Никто не учил Я ничего вообще Не знал Я даже не знал Когда пост Я Когда начал ходить В храм Пришел там В храм И там бабушка Одна Приехала С материка Ее кто-то привез Старенькая Там старых людей Мало А ее кто-то Привез Там Дожить Ей наверное Лет 80 Было И она говорит А сейчас же пост Игорек Я пост А что это такое Ну мясо нельзя есть Я даже не узнал Когда Сколько пост Мясо нельзя есть Все А я постоянно У нас там мясо Там ветчины Колбасы Там барань Ну вся подряд Там была Басон И приходит у меня Мама моя Теща Маринина Ну Мама Марина Теща моя Моя теща не вызывай Мама И такая Игорек Давай там есть Там все И такая ветчины Там нарезала Всего это Я такая Я говорю Я не это Не ем А что Я мясо не ем У меня пост Она Что Пост Ты с ума сошел И потом такая Подожди А Марина Марина Тоже Пост Ага Она попала По блин Я говорю Нет Я ей ничего не говорил Я только сам А Марина такая Сидит рядом А я тоже буду Пост Пост Она Что ж ты наделал Так ручками Сплеснула Что ж ты наделал Ах Она же такая Худенькая Она же вообще Умрет от голода Это еще Плюс то Что я Я не ел Только мясо не ел А там допустим Рыбу я ел Ну молоко тоже Не пил Раз мясо Я понимал Откуда было Что и молоко нельзя Там все это Ну рыбу Рыбу я ел Это был великий пост Когда я помню Рыбу ел Не знал даже Что рыбу нельзя Никто не говорил А потом сюда Когда приехал У меня появились календари Там Ну не просто календари А Игнат Тихнач А церкви Там все О посте Там все Вот это вот Я материал Когда прочитал Я говорю О так я тут неправильно А перед Этим Перед тем крещением А крещение у меня было 26 году 7 июля Нужно было пост великий Вот тут же написано Постился ты великий пост Или нет Да Вот вопрос И первые там несколько дней Прошло А я с рыбой Ел Я тут же У меня рыба там была Такая замороженная Помню В тайге И так она у меня До весны Пропала А они там едят Такой С лосятином Как раз там была Лося Там такие масалыги Они масалыги Эти грызут На меня смотрят Мозг выбивают Я смотрю Слюнями заливаюсь Они Ну че Как дурачок Давай Мясо Горы Сколько хочешь Целый лось Его еще больше На пятерых А я С Богом И мне И мне так было Хорошо Так не скучно Ну да Вообще Думаю Не надо же так А когда Это Крещение было Господнее Я все ждал В 12 часов Пошел Там У меня молитвенник Такой был Я там по молитвослову Прочитал Все Вычитал Что вокруг Купели Три раза Обошел Перекрестил Научился И воды Подчеркнул И попил Крещение Пошел Поздравлять Этих мужиков Рабочих Я говорю С крещением Вас Они на меня смотрят Ты че Прорубь был Все знали Тогда уже Что прорубь Надо Еще не было Тут никаких Купелей Купели эти Иордании Пошли только В пятом году Здесь От Максима До этого Это не было Купелей А уже все знали Что можно искупаться Все знали Люди Про это В воде То есть во время Крещения Ночь Можно купаться И это будет Как бы Оздоровление Очищение От грехов А сейчас Думают Что эти Купели Были всегда Да Это молодежь Думает Что всегда Было Это не было Такого Ты тоже Думаешь Что всегда Были С 2005 Года А когда Женщины Начали Повсеместно Ходить В штанах В каком году В году В году Наверное 70 Ничего подобного Все Все Когда начали Джинсы Одевать Женские брючки Пошли Бриджи И так далее 2001 год А 2001 Потому что Мы-то за этим Наблюдали И мы с Игнатих Ничем Ехали Когда А мы вместе Выходили До университета А Когда Поважно Да Все Бабки И мы вышли И стоим И стоим Ждем Троллейбуса Нашего На Пушкина И он Игнатих И смотрит И говорит Вот сейчас Будут мимо Проходить Женщины Посчитай Сколько будут Без штанов И я посчитал Ни одной Не было Без штанов Я говорю А все В штанах Он говорит Они все В штанах И он Запомни Запомни Говорит Этот день Не с Путиным А с Игнатих Игнатих С каким Путиным Пришли Брюки А Да Получается Да Как с Путиным Только он Пришел В 2000 А это 2001 Это было Где-то 13 марта Ну-ка Посмотрите 13 марта 2001 Какой день Был Ну а что там Пошли Леггинсы Шмеггинсы И все подряд Какой день Должно быть Или вторник Или пятница Просто я думаю Что они там Появляться Он говорит Запомни Этот день Когда активность Прямо тогда Сказал мне И я Хорошо Запомни Смотри Певица Поет Я у бабушки Я у бабушки Что-то там У дедушки Один Песню Песню поет Такая советская У меня Сестренка А у меня Сестренки Нет Она уже В штанах Поет Этого Продолжение следует...